Здание Здание Челябинского цирка не всегда вызывало жалость. Чуть больше 30 лет назад архитектурный шедевр по улице Кирова заставлял публику восторженно ахать. Сооружение с крышей, похожее на большое пирожное в рифленой бумажной подложке, это уже третий по счету цирк в Южноуральской столице. Сегодня мы покажем историю всех его предшественников, ужаснемся настоящему и заглянем в будущее. Первые цирковые артисты приехали в Челябинск в 1901. Антрепренер Карамыслов растянул на одной из площадей дешевое брезентовое шапито. До революции цирк использовался в качестве наживы, в качестве развлечения публики. То есть приглашали таких гастролеров, которые могли бы вызвать какой-то фурор. Через год предприниматель Сайковский с позволения городской правы открыл постоянный цирк на торговой площади Южного бульвара. В 1910-м доходный бизнес достается мещанину Антонову. Делец удачно выиграл заведение в карты. А уже в 2011-м цирк чуть не закрыли за махинации и жульничество гастролеров. 6 июня 1911 года газета «Голос при Уралье» опубликовала статью о самозванце из Италии. Цитата. «Администрация итальянского цирка в лице владельца Гладченко по сцене «Мартини» сделала хороший сбор. 3 июня самозванец скрылся, захватив с собой все пожитки. Не рассчитал даже артистов». Вскоре цирк преобразился. Антонов буквально отстроил здание заново. Сезон 1915 года открыл дамский чемпионат французской борьбы. Среди атлеток знаменитая силачка Мария Поддубная. Гражданская война становится переломным моментом для цирка. Красная армия использует само здание под митинги, а представление превращает в пропаганду. Шутки про Колчака и пантомима «Интернационал» становятся нормой. Первый цирк в Челябинске прекратил свое существование в 1922 году. Пик голода в Челябинской губернии, в общем-то, было не до зрелищных таких мероприятий, поэтому его закрыли, признали аварийным и его разобрали. Челябинцы жили без цирка в течение 8 лет. В конце 20-х годов челябинские власти принимают решение о строительстве нового здания для цирка. И была предложена площадка вот здесь. Типовое деревянное здание с манежем вырастает на площади павших революционеров. На эти цели находят 44 257 рублей. Казалось, что решение временное, но в итоге этот цирк задержался в городе на 40 лет. На неказистой арене выступал легендарный дрессировщик Юрий Дуров. Именитые клоуны, наездники, атлеты. Скучные деревянные стены обклеивали веселыми афишами, а возле касс продавали мороженое. Несмотря на то, что здание было неказистым, тем не менее, значит, оно стало любимым местом отдыха для челябинцев, ну и прежде всего для местной детворы. Циркачами восхищались настолько, что даже отдавали своих детей в студии жонглеров и акробатов. Это дети железнодорожников. Наверное, и так начинали свой путь на арену цирка многие прославленные ныне мастера. Каждый из этих ребят работает или учится. Но все они привязались к цирку, как и их наставники. В 60-х деревянный цирк обветшал, и его купол мог вмиг похоронить и артистов, и зрителей. К тому же выяснилось, что его перекрытие съедает грибок. Тогда представление запретили, а помещение отдали под художественную мастерскую. Именно здесь рождался памятник сказ об Урале. Опасную постройку было решено уничтожить. Но как? Разобрать на доски? Долго и дорого, да и народ растащит их на дрова. А вместе с досками по городу разнесется зараза. Неожиданно пришла идея показательно сжечь цирк дотла. Ну, прикинули, что это будет большой пожар, так сказать, хоть и умышленный, но большой. Последний фееричный номер Челябинского цирка прогремел на всю страну. В 10 утра шоу началось. Вместе с огнеборцами на купол цирка забралась предсказатель погоды Татьяна Ишукова. Стройная девушка в те годы, Татьяна Леонидовна Ишукова, поднялась на крышу вместе с пожарными, с собой взяла приборы, определила направление ветра, скорость ветра, и в каком направлении от этого горячего здания пойдет ветер. Нам это было важно, чтобы в том направлении послать дополнительный дозор. Впервые было такое, что мы сами поджигали, сами же не тушили его, стояли, смотрели, и, наоборот, радовались, когда она хорошо разгоралась. Такого не было никогда. Мы, наоборот, признаны тушить, бороться с огнем, а тут, наоборот, разожгли костер и довольны этим. Это же юмор. Не каждый год бывает, не каждый раз бывают такие. Раз. Теперь все технические службы, все спецмашины. Теперь у нас лаборатория пожарная была. Они сделали много снимков, к сожалению, ничего у них не осталось. И испытания, тепловые испытания. И очень хорошо поработали корреспонденты. Заснять фаер-шоу из столицы прилетели четыре советские киностудии. К сожалению, все кадры, за исключением этого, были утрачены. И даже в то время не обошлось без фотомонтажа. Огнеборцы взяли с другого снимка. А гид-плакат, символизирующий мужество пожарных, потом разошелся огромным тиражом, а фото получило массу наград. Второй Челябинский цирк сгорел за шесть часов. Уже через пару месяцев на площади Павших растянули брезентовый купол сезонного шапито и давали гонки по вертикали. Вскоре на берегу Миаса началось строительство каменного цирка. Проект подсмотрели в Краснодаре, но в итоге построили с уральским размахом. В отделке применили мрамор и гранит. По периметру сделали широкие витражные окна и подвальный этаж для буфета. Здания должны были украшать бронзовые фигуры. Но из экономии клоуна и эквилибриста выполнили из меди. И внутрянка другая, и немножко фасадом отличаются, ну и соответственно вместительностью зала. Наш зал вмещает 1818 человек. Стационарные цирки и шапито всегда имеют круглую форму и центрально расположенный манеж диаметром 13-14 метров. Высота купола от пола арены бывает различной. Оркестр находится по центру, между левой и правой стороной. Характерной особенностью внутренней планировки цирка являются кольцевые коридоры, вдоль которых располагаются входы в портер и амфитеатр. Они разделены на ярусы и закулисную часть. К особенностям планировки цирка относятся оборудованные помещения для животных, которые занимают площадь до полутора тысяч квадратных метров. В 1979 году строители принимали Никулина. Любимый клоун страны только что вернулся из гастролей по Японии. Он-то и подсказал челябинцам раскрасить секторы амфитеатра в разные цвета, как за границей, чтобы зрителям было легче находить свои места в зале. 1 января 1980 года в новеньком здании под зеленым куполом состоялось первое представление. Я довольно поздно попал в цирк. Не родился в опилках, как у нас говорят. Но цирк – такое место, из которого очень трудно уйти. Оно очень затягивает своим миром необычным, своей какой-то атмосферой. Сегодня атмосфера в цирке не самая благоприятная. Полная разруха, облезлые стены, обшарпанные кресла, разбитые зеркала. 9 лет назад здание пережило реконструкцию, но по-прежнему в плачевном состоянии. В 2018 году его обещают капиталить. Уже даже есть проект – стимул успеть к саммиту ШОС. При этом образец советской архитектуры сохранит свои черты. Ну, конечно, здесь глобально все будет затронуто. Во-первых, вся инфраструктура, отопление, вентиляция – все уже устарело и морально, и физически. Поэтому, конечно, фасад будет… Цветовая гамма останется та же, но будет уже из современного какого-то материала. Главным материалом станет шлифованный натуральный гранит. Светло-серый в облицовке здание, белоснежный в интерьерах. Дизайнеры подошли креативно. Текучие деревянные конструкции, ребристый потолок и стены, перегородки из зеленого стекла, цветные кресла в фойе. Витражи избавятся от массивных перемычек и образуют монолитное панорамное остекление. А обновленному лаунж-буфету позавидуют даже рестораны. Для зрителей цирк будущего подготовил неожиданный аттракцион – большое кино на арене. Манеж переоборудует под кинотеатр с огромным экраном, размером 9 на 15 метров. Здесь будут крутить только российские ленты – детские, семейные, патриотические и, конечно, фильмы о цирке. Редактор субтитров А.Семкин